Девушки отдыхают Нарушение при эксплуатации, факты захоронения вторичных материальных ресурсов То, из чего можно было извлечь дополнительную экономическую выгоду? Совершенно верно Также факты несоблюдения районной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами И, как следствие, выявление фактов несанкционированного размещения отходов на общедоступных территориях нашей области Вот об этом поговорим более подробно Весной, как понимаю, вместе с подснежниками все чаще выявляются факты появления несанкционированных свалок Насколько эта проблема сегодня актуальна для области? Да, совершенно верно Потому что зимой не всегда мы вовремя можем выявить несанкционированную свалку из-за снега А весной все на виду По статистике в рамках нашей контрольной деятельности только за первый квартал текущего года Выявлено порядка 700 несанкционированных свалок По фактам данных нарушений составлено порядка 100 административных протоколов на виновных лиц На сумму порядка 30 тысяч рублей И с целью устранения данных нарушений территориальными органами Минприроды Было направлено порядка 500 рекомендаций, предписаний и информационных писем для их устранения Территориально эта проблема актуальна больше для Гомеля и Пригорода Или все-таки для небольших населенных пунктов, дачных кооперативов? Да, в пригороде областного центра выявляется достаточное количество Но большинство данных фактов выявляется на территориях, которые прилегают к садоводческим товариществам А также на окраинах сельских населенных пунктов В чем, на ваш взгляд, первопричина? Может быть, далеко не везде созданы должные условия по организации сбора отходов? Людям попросту некуда свозить их? Ну, вообще, сбор отходов с каждого населенного пункта Прописан в таком документе, как районная схема обращения с твердыми коммунальными отходами И в этой схеме определены конкретные маршруты, графики вывоза отходов Не только населенного пункта, но и по каждому домовладению Так вот, одна из причин – это не всегда предприятия ЖКХ соблюдают эти графики и маршруты Это тоже контролируете? Конечно, обязательно И, с другой стороны, не все садоводческие товарищества, не все граждане заключают договор с предприятиями ЖКХ на сбор и удаление отходов Это в погоне за экономией? Конечно Хотя сумма далеко не самая большая Да, там порядка двух-трех рублей Дмитрий Александрович, вы уже говорили о штрафных санкциях На ваш взгляд, насколько это действенный инструмент воздействия на человека? Безусловно, одними штрафными санкциями данную проблему не решить Здесь очень многое зависит от экологической сознательности и культуры граждан В последнее время очень большое внимание уделяется экологическому воспитанию детей, школьников, молодежи Проводится разъяснительная работа в трудовых коллективах Активно используется реклама в средствах массовой информации То есть работа в данном направлении ведется активно Что ж, спасибо за информацию, успехов в делах И до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова